У меня два года назад ушел от меня муж, скорбь из моего сердца не уходит до конца. Я понимаю, что объем работы очень большой. Да нет, никакой не большой вообще. Просто у вас есть экзамен, который называется вера. Вы верите в человека, а надо верить в Бога. Когда в Бога поверите, тогда все закончится. Вся ваша проблема. А то бы я понимаю, а как почувствовать сердце на этом? Трудиться сердцем надо, что тут чувствовать? Трудиться, надо пытаться понять, что человек зависит от Бога, а не от человека. А вы думаете о человеке все время, его обожествляет. Скатывается мысль, действительно. Еще меня подогревает то, что... Человек, он просто соткан из желаний. Вот ему захотелось чего-то другого, получше, и он пошел туда. Потому что есть люди зрелые, разумные, а есть слабые. И еще о слабом человеке думать, мечтать. Какой смысл? Вы его обожествляете просто. Вы его делаете в своем сердце таким, каким он не является. Я вот сейчас сравниваю его, этого человека, и ваши мысли о нем. Вы даже, когда рядом с ним находились, вы к нему относились лучше, чем он есть на самом деле. Обычно это и приводит к разлуке, потому что, когда человек сильно боготворит человека, тот не выдерживает. Вы поднимите руку, у кого так было, что вас сильно так любили, что вы не выдержали и ушли. Видите, вот сколько людей. Нереально, когда сильно человека любишь, рядом находиться нереально. Иногда я приезжаю в какой-то город, и какая-нибудь женщина бежит. Олег, кинадзович, ко мне такая бежит. И мне страшно становится. Такое сильное воздействие, что хочется тоже убежать в этот момент. Мы слабые. Это Бог может любовь любую принимать. Он как солнце. Любую любовь может принять человека. И поэтому человек, который хочет сильно любить кого-то, он должен переключиться на Бога. И тогда он становится счастливым. Был такой великий святой, жил в Индии. И он очень сильно хотел любить. И он одну женщину так сильно полюбил, что на свидание, когда там шел сезон дождей, сильная была гроза. И он поплыл через Гангу, чтобы с ней встретиться. Прям дождь лил. И он захватился за бревно, оказался потом крокодил. Выяснилось. Это исторический факт. Он потом полез на забор к ней, потому что никто не открывал. И увидел, там веревка какая-то висит. Но зацепился. Казалось, змея. По ней забрался наверх. В общем, веселая у нее была такая ситуация. Когда он прибежал, залез с ней на балкон, там по скользким этим всем, короче. Ну, в общем, постучался, она ему открыла. И когда он ей все рассказал, она ему говорит. Слушай, так если бы ты так Бога любил, ты бы святым человеком стал. А ты просто человека так любишь, так же это нереально. И он это понял. Представь, такой разумный человек. Он сразу развернулся и пошел в святое место отдать свою жизнь Богу. И по дороге он увидел одну женщину очень красивую. Опять влюбился. Женщина была святая. И у нее муж такой же был святой. И жили там просто, бедно очень. И он зашел к ней в дом. И говорит, мужу, я не знаю, что такое. Я, говорит, не могу себя заставить Бога любить. Девушку вашу жену увидела и привязался к ней. Она мне понравилась. Он посмотрел на него так внимательно. Посмотрел этот человек, говорит. Ну, иди, можешь воспользоваться моей женой. Чего хочешь, то и делай с ней. Я тебе разрешаю. И он говорит, да вы что, говорит. Ну, говорит, иди, иди, не пуйся. Так и поможет. А жена послушная была. Она пошла с ним. И он ей говорит, распусти волосы. Она взяла, распустила. И он ей говорит, дай мне вот эту вот заколку. Она ему дала. Он взял себе глаза выкол. Слепой дальше пошел. Потом говорится, что он так молился. Бог его довел до святого места сам. Такой был, великий святой стал. Все люди, которые привязываются к человеку, они входят в жуткий стресс. Потому что человек не может столько дать любви, сколько мы хотим. Ну, то есть, если я хочу заботиться о человеке, это нормально. Но если я хочу препятствовать вере в него как Бога, то есть, любовь иногда веру перерастает. Начинаю обожествлять его, как бы думать, что он такой возвышенный. То есть, он... Это никто не выдержит. Это нереально. А потом человек уходит, и ты попадаешь в стресс жуткий. Пока на Бога не переключишься, стресс будет продолжаться. От периода в жизни это вообще никак не зависит. Это зависит от веры просто. А вы можете сказать, развод официально он как-то подвинит меня или нет? Пусть сам разводится. Не надо вам вообще с этим заниматься. Надо отвлечься от этого человека. И еще я работаю рядом с ним. Там другие мужики есть? Есть? Ну, постарайте глазки другим мужикам. Отвлекитесь от него. Если уж вы не можете обойти, думать, ну, как-то вот решите ситуацию. Ну, вот то, что вы сейчас рассказываете, при этом раскладе люди обычно не возвращаются. Вот если бы вы хоть хотя бы чуть-чуть были спокойнее, хотя бы вот чуть-чуть себя пришли, тогда был бы какой-то шанс, чтобы этого человека можно было вернуть. Но у вас этого шанса нет. Потому что вы теряете себя. Потерянный человек никому не нужен. Нужно чувство собственного достоинства, чтобы сильно работало. Когда девушка замуж выходит, у нее чувство собственного достоинства сильно работало. Она красивая, вся такая самодостаточная. И поэтому она нравится. А если женщина забита, зачухана, замучена любовью, влюбленностью, несчастная, зависимая, униженная, никогда не понравится. Когда у человека чувство собственного достоинства смещается вниз, он теряет красоту. Любой человек. Что мужчина, что женщина. И даже если чувство собственного достоинства смещается вниз, то человек не может даже на работу устроиться, потому что его тоже он никому такой не нужен. Пока человек не может, не приходит в себя, пока он не чувствует себя самодостаточным, он даже на работу устроиться не сможет. Его удел — это просто не считая страдания. Восстаньте против привязанности к человеку. Это унизительная позиция. Любите Бога и служите людям. Можно симпатизировать человека. Можно как бы... Любовь — это не влюбленность. Вот вы влюблены. Любовь — это другое. Это когда ты верен человеку, ему служишь, заботишься о нем. Хочешь, чтобы он был счастлив. Это любовь. Она свободную природу имеет. Допустим, ты любишь человека. Он, допустим, там... Говорит, я ухожу от тебя. Ты смотришь на него и думаешь, что если ты считаешь, что это тебе поможет, тогда смотри сам, уходи. И когда он уходит, ты просто чувствуешь, ну, как бы, конечно, неприятно. Но так же понимаешь, что он сделал ошибку, и ему будет трудно. Поэтому стоит только сожалеть о нем, об этом человеке. Но вы не о нем сожалеете. Вы сожалеете о себе сейчас. Ваше ожидание этого человека — это жуткий эгоизм на самом деле. Вы думаете только о себе, о своей любви. И поэтому это безнадежная ситуация. Но если человек так же думает о Боге, то получает все наоборот. Поэтому свои чувства лучше отдавать Богу, а не человеку. Сильные чувства. А симпатию, служение, заботу можно отдавать человеку. Это чисто правильно тогда будет, такая жизнь строится. Правильно. Когда мать сильно к ребенку привязана, он становится тоже эгоистом. И причем ее тиранит постоянно. Злиться на нее, капризничать, спорить с ней. Потому что он не может выдержать нагрузку ее привязанности. Она от него хочет того, чего он не может ей дать. Потому что он не Бог, опять же. Если мы пытаемся свечку разжечь, как солнце, она гаснет. Дуем, дуем, чтобы она разгорела, и она гаснет. Потому что она не солнце. Так иногда жена мучает мужа, хочет, чтобы больше ей счастья дал. Он не может и уходит. Это все признак неправильного мышления. Откарабкивайтесь. Вам сейчас может помочь природа. Люди. Поменьше думайте о себе, побольше с людьми общайтесь. С людьми побольше что-то делайте для других. Забывайте про себя. Забывайте. Когда судьба мучает, человек сильно сковывается на себе. То есть, да, спать не может думать о себе. Это признак действия судьбы. Судьба приковывает к себе человека. Когда человек отвлекается от себя, он побеждает судьбу. Делайте что-то для других. Молитесь, думайте о Боге. Забывайте про себя. На природу идите. Забывайте про себя. Любите птичек, деревья там. Всех. Делайте добрые дела. Забывайте про себя. Заботьтесь о людях. Забывайте про себя. И постепенно отойдет сердце от этой зависимости.